И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella TH Incorporated, на связи с вами ваш Альберт Вескер, но это Tomb Raider, Shadow Tomb Raider, Lara Croft и мы продолжаем изучать... Пойдите. Сегодня мы точно найдем это чудо-юдо с кубиками. Ну, смотрите, в прошлый раз мы что с вами сделали до этого в Пойдите? Погладили четыре ламы, сделали хороший прыжок, изучили местное сельское хозяйство, немножко прогулялись по субурбии, заглянули в храм, ограбили храм, решили рамуную головоломку. Потом еще раз ограбили храм. Нашли выход из Пойдите. Вот что, такой неказистый, весь в грязи. Туда точно никто не полезет. Как это, кстати, эту грязь только поддерживают в жидком состоянии, очень неудобно проходить. Даже, 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 все высохнуть, но... Как говорится, что есть, то есть. Сегодня мы точно, во-первых, найдем это сокровище в виде кубиков, отдадим мальцу, потом пойдем по сюжету, ну, если успеем. Потому что я не знаю, сколько это займет дело. Но, с другой стороны, я думаю, начнем наш, по-любому случаю, сюжет. Надо как ни крути. Но тут реально очень много всего интересного. Вот вроде бы маленький городок, они не могут расшифровать собственные столбы, но при этом у них столько запретных сокровищ, и у них там даже конкистадор побывали. Ну, судя по рюкзакам. Ну, очень красивый город. Мне прям понравился. Записываю сегодня только пока этот эпизод. В понедельник я запишу оставшиеся три. Ну, на неделю имеется в виду, потому что, знаете, вторник, среда, четверг. В пятницу я не публикую какие-нибудь, половины, эпизоды. Потому что надо будет еще эпизод для Соника записать вам, ребят, на субботу. Я определился с игрой. Главное, чтобы она работала. Ну, или если она не будет работать, я хотя бы что-то еще запишу. А, кстати, да. Пока вот Лара все еще грузится. У нас грузит, грузит, грузится. У нас вчера, в субботу, 22-го, вышло приключение Little Kitty Big City на русском языке. Послушайте, пожалуйста. А, да, сегодня же еще 23-й. У меня, у меня 23-й июня, у вас уже 24-й, но все же. Марин, еще раз тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, удачи и все самого благополучия. Если кто не знает, то Марина, это моя тетя. Так, ну ладно, как говорится, здесь поздравили. Так, так, спуск от подводного кладбища. Так. Как тут карту у нас открывает? Подождите, как есть карта? А, вот карта. Я уже забыл, как здесь все открывать. О! Давайте, кстати, к фреске подойдем. Может, что интересное найдем. Так, где она у нас? Ага, она вышла. Все, иду. А, она там? Кроме туда залезть. А, ну ладно. Нет места. Ничего не могу взять. А, нет, вот. А наверху что тогда? Извините, я все еще не отхожу от управления плойки. Здесь все-таки их сборская отставка. Ицамна. В мифологии майя сын боготворца Хунапку. Он был богом обучения. Он изобрел письмо и книги. Поэтому он играет важную роль в культуре майя. Он также был богом сельского хозяйства и придумал, как возделывать землю. Он был покровителем врачей и сам вылечивал людей прикосновением раскаленной до красна руки. Обычно Ицамна принимал облик рептилии, но его также знали как Кенич Ахау, огненного попугая Ару. Он был покровителем числа 4, управлял засухами и болезнями. В общем, гений медицины с точки зрения египтян, если так смотреть, аналог Гора. И... Великая смерть с точки зрения Японии. Что-то среднее где-то. Ну, удивительно, между тем, где находится цивилизация. Ну... Покровитель числа 4. У того, кто изобрел вообще саму грамотность. Что странно немножко, не находите? О, а вы что у нас? Жители Пайтити примирились друг с другом и пошли за Искаем-Еваром, которого недавно признали императором в горы, чтобы там начать новую жизнь. Они были уверены, что не повторят ошибок своих предков. Это Великий Исход. А тут что у нас? Маска в стиле ацтеков, украшенная предметами, которые встречаются в окрестностях Пайтити. У них встречается мозаика? Не поймите меня неправильно, ребят, но мозаику вроде, насколько я знаю, не придумали в Латинской Америке. В том плане, что ее там вроде быть не должно. Может, я ошибаюсь, конечно. Потому что... Мозаичную плитку... Придумали сначала в Древней Греции, после ее активно развивали в Риме, но точно не в Латинской Америке. Там это быть не должно. Там должны были быть краски, работа с красками, но точно не плитка. А тут, видите, ну буквально... Инкрустация... Мозаичная. Что быть не должно. Вот я имею в виду, на нижней части лица бритка будет. Может, конечно, такой С4-рисунок, конечно, как вариант. Но внешне... Нет места. Ничего не могу взять. У Лары уже ядами все наполнено. Нечем ей больше заполнять. О, какой... А куда я иду? Походу, эту задницу мира, да? А, я поднялся наверх, и, наверное, скорее всего, это задание, оно исчезло, да? Нет места, ничего не могу взять. Давай он тут... Вот сюда зайдем, возьмем. Еще, кстати, что-то есть. Перекондора. О, здрасте. Какую? Привет. Я отписка. Тренетья. Я отписка. 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 Да, говорите. О, золото. И тут... Ой, я забыл, как здесь артефактов валяется. Просто... Ну, вот это я не достану. Там где-то какой-то подземный ход должен быть, о котором я не знаю. Вот тут была фреска, которая вообще мудрился пропустить. Что странно, ну ладно. Вот тут тоже. Ладно, сейчас... Так. Найдите кубики. Вот давайте вот это отслеживать. Нам сюда надо... А, я где? А мне надо... Вот сюда. Да, по дорожке. Изгнанники знают, о чем думают боги. Дайте мне знак. Один заказчик задания. Вы заказчик? Не похоже. Ну ладно. Ну это не заказчик, это статуя. Защитники подвели. И теперь они обречены вернуть себе то, что потеряли. Непонятно. Да очень интересно. Это реально вообще непонятно. Ни хрена. О. О. Подожди. Кому знак? Где знак? Чем дать знак? Поясните. Я даже не знаю, как тебя найти. Может, вот здесь, наверх? Нет, он здесь вообще не хочет. Может, какой-то альтернативный? Отверженные хранят тайны богов. Мне кажется, сюда наверх надо. Целки. Изгнанники знают, о чем думают боги. Дайте мне знак. Мне, походу, вот сюда надо войти как-то. Карта обновлена. А что обновилось? Не совсем понял что, но ладно. Давай, залезай. Не хочет. О. Извините. Ты меня видишь? Да. Наконец-то. Кто-то видит Писко. Ты тоже мертва, Ишик? Нет. Наверное, ты Писко-мертвец. Я Писко, слуга богов. Я Лара. Лара. Хорошее у тебя имя. Ты не мертва? Нет, жива. Как и ты. Нет, я мертв. В детстве меня должны были принести в жертву. Отвели на гору, совершили обряд, но... Но ты выжил. Только тело. Я умер для семьи и друзей. Я жив только благодаря их подношениям. Тут один мальчик говорит, что Писко украл его кубики. Таки? Его отец очень высокомерный человек. Он очень хотел сыграть. И проиграл. У меня мало вещей, но эти кубики я выиграл по-честному. Если хочешь их забрать, попробуй их выиграть. О. Вот это мне нравится. Во что? Поговори с пятью изгоями. Выслушай их. А потом скажи мне, почему Таки проиграл. И я отдам тебе кубики. Ну, хорошо. Походу, сюжет все не доберемся. Отвечите пять изгоев. Поясняю. Этот молодой человек из религиозных соображений из своего населения терял социальные связи только потому, что его не смогли правильно кастрировать хуй сердцем. Ладно, если бы с точки зрения религии само дерьмо, но даже не могли грамотно кастрировать сердце из... Нет, ну это что за дичь такая пошла? Ничем нельзя, возможно, поработать адекватно. О, здрасте. Нет, открыть она не может. А это что у нас? Пожалуйста, дайте мне где-нибудь отмычку. Говорят, что Патолли одна из самых древних игр Америки. В нее играют самые разные люди. Известно, что за один раунд этой игры люди могли проиграть все свое имущество. Одеяло, драгоценные камни, дома и даже свободу. Шачепилли, бог искусства и игр, считается одним из активных участников игры. Он отвечает за вознаграждение победителя. Лишится всего в ходе простой игры. Есть вещи, которые никогда не меняются. Африка, Евразия, Австралия, ну ладно, там все уже туда пришло потом из Угрицы. Это ладно, ее можно не считать. В общем, Латинская и Северная Америки, Евразия, Африка. Три разделенных континента, но везде найдутся идиоты, готовые отдать все в казино. Мне кажется, надо делать массовую лоботопию. Такие моменты. Так, давайте с ним поговорим. Может, он подскажет, где найти их. Изгои всего лишь хотят, чтобы их выслушали. Понятное дело. Вас игнорируют из-за религиозной пизду. Я имею право сказать, я атеист и я ненавижу любую религию в мире, в принципе. Потому что религия приносит только боль и зло и страдание. И не надо мне говорить, что она приносит благоговение и блаженство. Никогда в жизни невежество никогда ничем никому не помогало. А, вру, помогало. Животным жрать людей. Это помогало. Почему? Потому что они думают, древний гепард, вы бог, пожалуйста, сожрите меня. Ну, понимаете, бесплатная горбышка. Это просто для природы, с точки зрения, но точно не для человека. Ладно, мне нужно искать изгоев. Формально они должны быть, скорее всего, все здесь. В этой зоне я ни одного изгоя не нашел. Тут тоже. Можно сейчас сходить к фреске, зато пройтись по городу. О, это монумент. А, это что за монумент? Протвитый Юкатексский Баналит. Так, он у меня еще покажет. Это местный пропагандист. Телевидение! Ваши предки! Это реально забавно смотрится. Даже раньше красивее одевались они. Хотя бы выглядели как лога. А сейчас традиции все наплевали. Никаких традиционных ценностей нынешней пропаганды. Кошмар. Никаких набедренных повязок. Никакой маски там и так далее, чтобы видеть, что это идиот в лишнем духе. Вообще, мировая пропаганда забыла о своей городе. Вот серьезно. Она сейчас старается притворяться. вот реально притворяется во всю и так далее. Здрасте, вы никто? Сегодня тут людно. Куколькан обещал нам процветание, но многие делают и свои подношения. И правильно. Никакого процветания нет. Надо делать все самому. Заметьте, вот если обратить внимание, у них везде системы ирригации, мелкие каналы вдоль всего города. Мы с вами играем в эту локацию уже не первый раз. Сколько все находим, это нечто. О, у меня что-то есть? У меня уже троечка навык. А, точно, мы же с вами в этом храме-то лазать постоянно. Так, ладно, давайте хотя бы что-то определимся. Игла Арнолиса. Меньше ресурсов для восстановления костюмов. бесполезно. Так, а что за ним идет? Использование с нами концентрации, чтобы ускорить реакцию Ларри и замедлить время и прицеливание. Что-то прицеливание что-то было у нас же вроде бы. О, вот это я беру. Два снаряда. Стая ревунов. Прицелившись при полностью натянутой теве, захватите две цели, чтобы выстрелить две цели одновременно, попав в двух врагов. Ну, а здесь надо уже тоже три очка, к счастью, я дулу четыре. Здесь уже троих. Вот на это будем копить. Почему? Потому что, если помните, когда мы с вами играли в Райсу в Том Рейдер, восхождение в Росхитисе гробниц в Китишграде в России, глубоко в Сибири, эта штучка оказалась очень полезной в плане охоты, отчасти в плане выживания и во всех остальных направлениях. Так, добрый день. Я считаю, что у Нурату и ее мятежники верные дети Пайтити. И не только я так думаю. Просто только у меня хватает смелости сказать это вслух. Грядет очищение. И именно семья у Нурату должна принести Кукулькана в жертву, чтобы вернуть солнце, и никак иначе. Но за такие слова можно поплатиться с жизнью. Понятно, почему люди молчат. Ну а если все одновременно скажут, что на них пойдут, тогда получается людей будет очень много, чтобы всех перебить за раз. И получается, те, кто захотят, помрут быстрее. Ух ты. Мумия сушеной собаки? Хотя нет, подождите, нет. Не собаки. У нее несколько сдвигов конечностей. Причем очень разных. У нее в нескольких местах конечностей сгибаются. Слушай, это кошка, скорее всего. Это может гепард, но какой-то маленький. Такая мумия странная необычная. А тут есть что-то похожее? Нет. Только вон там кто-то подношен. Так, давайте сейчас глянем, чтобы понять, куда мне идти, куда мне идти. Так, ясно, это выход. Пока не трогаем его. Тут что у нас? Церемониальный свисток, использовавшийся во время человеческих жертвоприношений. Звук, который издает этот похожий на череп инструмент, сравнивают с воплями умирающих. Говорят, что его резкие звуки прокладывают недавно умершим дорогу в подземный мир. Свисток смерти также применяли на войне. Его звуки вселяли ужас в души врагов. Ну, в принципе, применение на территории Шизе логично, потому что, ну, не надкажем же стоять и сдудеть. Так, массово подудел, пока Шизики помирают на Шизе. Логично. Подход одобрен. Ну, еще это я возьму. Мне туда нельзя. А можно еще раз? Вот так вот, вот так, я хочу фотку сделать. Давай еще фотку, 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 фоткаем. Да-да-да, правильно, грудь полапай. Отлично. Идеально, мы нашли вроде бы, вроде бы. Нет, он реально полез ее грудь лапать. Еще нет-то. Так, давайте сейчас золота-то заберем. И нам нужно найти так, это забирай. Правильно, обдери местные кустики. Никто не будет возражать. О. Вот здесь уже многоуровневая система городская пошла. Это мне нравится. Так. Так. а как мне это сломать? Вроде должен быть получается подземный проход, так полагаю. О, субву душу есть. Может тут пролезть? В общем, он выводит деньги. Из-под власти сектантов. Но никаких пароходов я не вижу. Чтобы меня туда привело к ним. Может есть какой-то другой пароход, как вариант. Давайте осмотримся еще раз по периметру. нету. Полностью закрыто все. Да, полностью закрыто. Причем я там ничего не поломаю и не войти не могу. Может есть какое-то решение вопроса? Головоломка какие здесь? Может здесь что-то можно взять? Лара, зайди с костра! Как это открыть? Я золото хочу забрать. Что-то там свет есть. А она не может не стрелять, не биться здесь. Хотя у нее лук есть. Значит она поджечь здесь ничего не может. Она ничего не может сделать. концентрация поможет. Кажется я понял. А может не понять. Подожди. Есть идейка. Если она залезет туда потом спрыгнет может быть получится. Ну, знаете, под собственным весом все сломает. Ларва у нас худышка, но я сказал, что она не может. Вот здесь она может спокойно залазать. Может быть... Так, вот давай вот здесь. Ты сможешь на эту опереться на палку и залезть? Вот здесь она намеренно не хочет залезать. Сомнительно, но... Окей. Нет, она сквозь палку летает. Может, есть какой-то проход, который я не вижу? Тоже нету. Но, с одной стороны, она под собственным местом должна стоять. С другой стороны, мы пробовали такой фокус, и он не сработал. Значит, должен что-то, что позволит мне это буквально все взрывать, ломать и момент подходящий должен быть. Нет места. Ничего не могу взять. Нет места. На все есть место, Ларва. Надо изгоев искать. А где они могут быть? Один... Одного мы нашли. Так. Ясно, я вернулся. Так, вот теперь, значит, спокойно могу сказать, что это настоящий мегаполис. Я начинаю тут плутать. Ладно, давайте сюда тогда за... красивые артефакты. Идем. Заберем. О, тут еще человек. О, там еще что-то. Дай я тебе пролезу, мэм. Легенда гласит, что семеро кольцом охраняют богатство. Но я все там обыскал и ничего не смог найти. Это бессмыслица. Какой смысл загадывать загадку, если за ней ничего не кроется? Семеро кольцом охраняют богатство? По поводу богатства не знаю, но вот по поводу прессочек... Как и предсказало пророчество, после столба огня в ночи, после разрушения наших храмов, после плачущей женщины и двухголового человека со стороны восходящего солнца появились странные воины на больших оленях. Они убили слабых вождей и захватили земли и людей. Это уже скорее летопическое... Это летопись о встрече с западными захватчиками. Ну, имеется в виду Португалия, Испания. Не помню, кто с кем первым встретился. Либо португальцы с ними, либо испанцы. Направьте меня в чате, если можете. Я люблю историю, но я... Так, а здесь что-то у меня? А, типа тут спят? Интересно. Ну, ладно. Ну, Лара вежливая у нас, это хорошо. Хотя она не везде вежливая, но ладно. О, что-то. Кто может куда-то залезть? О, а тут даже целый маленький садик. Походу уже кто-то важный живет в этой зоне иномерной повязки. Куда-сюда зайдем? Привет! Че ты такой боишься? Стоит, ждет кого-то. Мы тебя тут заберем опыта, не возражаешь? Ты еще белки опыта доберешься. А, да ладно тебе. Это по-брахани, это нормально. Так, куда-то не туда иду. Ну, ладно, давайте пока я так помечу их. То, что я знаю, то, что я вижу, можно пока за этим бежать. Лучше всегда сначала изучить какие-то ламо-уголки. Иди сюда. Знаете, забавно, что я пока еще ни разу ламу не использовал на заставке. Вообще ни разу. Что со мной не так? Так, иди сюда. Я поглажу каждую ламу. Ни одну не оставлю. Каждая соприкоснется с ларой. Каждая будет обласкована. Давай, забирай. Сколько мы с вами? Уже так с вами записываем полчаса. А я даже и близко не подошел ни к одной из целей. Я продолжаю лутать город. Я чисто продолжаю лутать город, по сути. Но он реально большой. Здрасте. так. Так. Зачем мне сюда, если здесь нету никакого прохода? Может, разве что туда? А, нет, там вообще нет потолка. Извините, что прыгнул в вашу квартирку или как это называется? Мука. Для бомб сгодится. Так. Давайте здесь пройдемся. Добрый день. Знаешь, чего не хватает в этом городе? Чего? Любви. Раньше она витала в воздухе, как аромат гибискуса. Этот аромат исчез после смерти мужа Унурату Цайри. Их любовь была очень заразительной. Куда бы они ни пошли, они все время держались за руки. В такие солнечные дни, как сегодня, они обычно ходили на рынок и клянусь, в лавках, мимо которых они шли, становилось светлее. Никогда не видела настолько влюбленных людей. Надеюсь, когда эта война закончится, запах гибискуса снова вернется. Здесь даже парамоги, шутить не хочется. В принципе, такая любовь вполне реальная. О, такой момент и текст. Здрасте. Нет места. Ничего не могу взять. Какого ляда? Тут не брать надо, а читать. Амару вернулся на похороны своего брата. На похоронах он был безутешен, а после них неподвижен. Но на следующий день он стремительно пронесся по городу. Он разоблачил лидера секты и показал всем, что тот чужак. Пора народу пойдите взять власть в городе в свои руки, сказал он, держа в одной руке отрезанную голову, а в другой окровавленный нож. больше не будем кланяться чужеземцам. Так, хичуанский язык получается у нас тихонечко открывается. Но этот монолит пока закрыт, этот тоже закрыт, значит нам сюда. О, мы рядом с преской. Давайте ее и найдем. Добрый день у вас есть опыт. Старушка, дочка и девушка. Нет места, ничего не могу взять. Мертвец, скорее всего, где-то в могиле. Поэтому надеюсь, что его здесь нет. Молодец, Лара. Ногами туда, где ну. В этом сложно разобраться. Люди поселились между двух рек. Они были не одни. однако эти чужаки не казались опасными. Изображение влияния извне и все. Вот, смотрите. Коротенький отзыв. Сложно разобраться. Люди поселили между двух рек, они были не одни. Он зато у нас монолит разблокировался. вот этот. Прекрасно. Можно сейчас зад... И верхний тоже. Два монолита полностью в нашем распоряжении. Так, я сюда поеду, запущу задание. Давай тогда сюда. Мне в любом случае надо, во-первых, изгнанных искать. Они точно не на рынке будут. О, здрасте. Можешь его навестить. Я тут уже бегаю который день по городу. Он, наверное, соскучился. не могу взять. Давай давай на месте все место. Ты просто не хочешь брать. О! Ну да, там целое собрание. Лучше держаться от этого места подальше. А тут что у нас? Обитатели ант в течение нескольких тысяч лет доводили до совершенства искусства ткачества. И великолепный пример тому этот чуспас. Такие сумки, предназначенные для переноски листьев коки, обычно ткали из шерсти ламы или альпаки. Очевидно, что этот чуспас сделан опытным мастером. Красота. Согласен. Для их поселения и с их уровнем согласен. Реально красиво сделано. С ограниченными технологиями и всем остальным. Все ты унесешь. Унесет она. Какое дело, что нам сейчас нужно держаться подальше от этого центра. Реально, этому нужно держаться прямо с какой сравнительство подойдет лучше. Здрасте. Давай, забирай где-то. Привет. Аж куда испанский конкистадор залез. Ну, в большинстве своем, конечно, я много чего уже нашел, но приятное обновление. Оказывается, с нашим лагерем находится еще и субпоек древний. Места для золота нет, ну, конечно. А куда Ларри выдевать-то? У меня нет столько места. Реально у вас был такой проход? Я думал, какая-то древняя камера, мини-гробница, неофициальная. Кстати, вот у них есть вход сюда. Они тут касты разжигают, но у них тут сидит манифицированная зараза. Рядом с источником питьевой воды. Не идиоты же. Такой нефритовой маской во время похорон накрыли бы лицо умершего знатного человека. Говорят, что мастера умели с высокой точностью воссоздавать лица. Ну, вот это уже реально похоже на произведение недрения латиноамериканских народов. Вот это, вот это вот оно уже, это резная, это резьба, вот это вот резьба, отличая от другой маски. Тут золото взять можно. А где ты золото взять не можешь? стоп-минутку. Стоп-минутку. Какого ляда я не могу открыть? дайте мне выстрелить-то. Подтянул, открыл, готово. Лара, у тебя что, лук что ли в рабочем состоянии нету? Я не пойму. Подождите, ну-ка. Производит, производит, забирает, забирает. Прыгает, прыгает. Она просто не хочет целиться. Ну, я, конечно, забрал золото, что хорошо, но у меня как бы пароход тут открывать надо. Тут реально есть возможность открыть пароход, а мне не дают. Давайте я здесь выйду. Здесь внизу ничего нету? Ну, помимо золота, нет? Прекрасно. Это реально устроили убит. У них кусочек воды из трупов там соседства. Бери, не хочу. про труп. Так. А здесь должен быть... Вот он. неплохо, опыта набираемся. Так, ладно, это пока не трогаем. вот он. Тут что у нас? Эта искусно сделанная трубка должна напоминать шиухка Атля, бога змей ацтеков, раскрашенного в зеленый, голубой и желтый цвета. Бока украшены полудрагоценными камнями. Наличие нефрита указывает на влияние культуры майя. и он реально такой сквозной и через него можно... Слушай, вот это хорошая работа. Изучите поиски неизвестной информации. Может это современная? Сейчас мы найдем какой-нибудь штрих-код. Миска все еще пахнет сгоревшими кореньями и дымом. Запах в каком-то смысле даже приятный. Так, ясно. Лару подсаживают на местные вещества. Нереально. Больше я не унесу. Да ладно, у тебя золото до хрена копится. Чего не унесешь? Так, здесь не заберешь. Можем более прочный нож. Тут пройти можешь? Гениально. Ее трапочка сдерживает. О, вот вас я искал. Я тебя не узнала. Что ты здесь делаешь? Откуда у тебя эта туника? Это подарок от Унурату. О, ты гостья королевы? Да. Я не хотела тебя обидеть. Не переживайте. Прошу, прости меня. Все хорошо, не волнуйся. Чем я могу помочь? Если можно сначала поторговаться. так. Вот так вот. А че нет, у тебя салополый запас. Хорошо. Блин, у меня даже тканей полно. боги нам благоволят. Продаю им их же дерево. Хорошо. Красота. Вот так это и работает, ребят. Запомните. Забрал, пришел, продал. Хорошо. Это не надо. Вот здесь уже начинает попахивать. Боги нам благоволят. Пока нормально. это твое. Спасибо. Хорошо. Боги нам благоволят. Орлиное перо. Хорошо. Перо кондора. Боги нам благоволят. Слушай, можно мне это все золото перевести в формате долларов в мой зарубежный счет, пожалуйста. 20 скобой 23 тысяч золотых магин. Чертый порох. Ну, это, конечно, полезная штука. Хорошо. Это не надо. Вот у меня, по-моему, с этими беда. Да. У меня с ядиками. Боги нам благоволят. Хорошо. С этими нормально все. Так, давайте по покупкам. Что у нас есть? Улучшенный нож. Затачивайте лезвие, чтобы открыть новые возможности улучшения базового клинка, который разрезает толстые веревки. Повторное улучшение клинка позволяет добывать больше ресурсов при озелке животных. Вперед. Это твое. Ранец. Небольшая сумка из кожи, которая позволяет нести с собой больше ресурсов. Беру. Боги нам благоволят. Все остальное это то, что я продал, да? Да, реально здесь продается все остальное то, что я все продал. Так. Здесь где-то вот. Я теперь могу тебя сломать? Гениальная конструкция. Кто-то старался, запечатывал, а она продает тут всем подряд системы взломов и предложений. Идеальнее. Так, вот здесь еще тайничество и сразу за ним захожу, зайду. Там за мной, или я даду добраться не могу. Лара, только не реагируй, пожалуйста, только не реагируй. отлично. Я, кстати, сюда вроде поднимался и даже никогда... Нет, я здесь реально поднимался, но ни на что не среагировал, у меня тут пульт. Так, тут лара по периметру не подходим. Что-то пока не лезем. Сначала надо найти изгоев. Сначала надо найти изгоев. Привет. Поторгуем? Прошу, у меня едва хватит, чтобы воздать дань. Дань? Кому? Сектику Кулькана, конечно же. Берут половину выручки с базарного дня. Но если решат, что я надул их... Я поняла. Спасибо, Ишик. Теперь поторгуем? Ладно, что предлагаешь? Денег у нас сегодня навалом. Сапоги не очень интересные. Бесшумные стрелы. У меня с ними и так запас большой. Огненные стрелы тоже много. Лук отлаль. А хочешь и колчан? Вот, давай, вот это давай возьмем. Отлично, я одобряю твой выбор. Да, не за что. Ты мне сейчас еще потом деньги вернешь. Я буду ему продавать тоже кое-что. Накидка шестидебес. Релик сапоги. Ну в принципе чисто все это дело купить. У меня это золото и так купится, купится. Я думаю ничего страшного не будет, если я это змеиный лук. Старинный короткий лук, изготовлен из орехового дерева. Орех у них растет. Вроде дальнобольный лук. Его конструкцию используют некоторые элементы древних копьениталок от Латлий. Сильный урон. Боги нам благоволят. Всегда благоволят. Теперь давай поторгуемся. Я столько предыдущих продал, что я не знаю, что продавать. Ну, золото можно, конечно, опять же. Волков я точно скоро добуду. Ладно, пока. Одежду я у него пока не... Кстати, он пометился у меня здесь? Да, он помечен как магазин. У меня, кстати, два магазина. Вот этот мне больше нравится. Рынок, способ предложения. Не знаю, что это будет замер, уже захватывает и будоражит. Я дело говорю ламусе. Ламусе и тебе. Согласен, красота. Если ты не любишь ламу, со мной лучше не говори. ламусе ламусе Спасибо. Сказал, погладь мою ламу, погладь мою ламу. Видишь? Я же говорю, да не кусается, ламусе, 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 Это походу итальянский предок. Прибыл сюда, видимо, зараньше, до испанцев. Все, итальянцы прибыли сюда раньше. Видите, он вот так вот оказывает, он настоящий итальянец. Кровь не испортишь. Ну ладно, если серьезно. А, кстати, да, надо собирать все. Потом на продажу пойдет. Это реально хорошо продается. Что бы нет-то? Можешь, продавай, продавай, можешь. Я не торгаш сам по себе. Я ненавижу торг... Я ненавижу быть торговцем в России, говорю прямо. Почему я не люблю это? Знаем местный наш менталитет. Я готов быть торговцем в любой другой адекватной страдине. Адекватной, подчеркиваю, но точно не в нашей. Я пришла к нему в такую даль, а он говорит, что не станет со мной меняться. Говорит, у меня нет ничего, что ему нужно, представляешь? Сидит среди мусора и потрохов и думает, что может так со мной разговаривать. Словом, он только что потерял покупателя. Я к нему в лавку больше не ногой. И теперь все свои дела буду вести только на рынке. Ну, во-первых, это правильный подход с точки зрения, я имею в виду, последнего, вести собственные дела на рынке. Ну, как бы, если у тебя был все время только один работодатель, ну, в данном случае ты от него и зависишь, а так она хотя бы будет фриланса. Но, с другой стороны, он же тоже прав, если ничего интересного нету. Добрый день, можно с вами сфоткаться? Вы не возражаете? У вас очень... У вас очень красивый визуаль. Ну, они реально красиво смотрятся. Так, давайте сначала ей позу выберем. Так, а по телу? Вы слышите, вот это идеально! Я, кажется, нашел! Легендарный ламовый охотник. Лара Круфт маскируется под ламу. Божество ламы! Я вам сейчас покажу, смотрите. А? Красота! Ну, ладно, давайте сейчас что-нибудь подберем еще. О! Да, вот это тоже хороший вариант. Лара Круфт тигрица, пойдите! Да, ладно тебе, она его забанивает теперь уже куда-то. Ладно, давайте я веб-кукручу, что-то такие красивые кадры вы смотрите, я смотрю, а вы не видите. Ну, это не очень. О! Вот это то, что надо. Лар Круфт, пойдите, Круфт. Лара, убери руки твои члена. О! Вот это, кстати, хороший кадр. Спасибо за работу, сэр! Так, вот так и стой, и я сделаю тебя звездой! OnlyFans. Ну, или вот так, смотри на солнце, видишь, как я делаю? Вот так вот, фоткаем. Мощь мускулы! А, как тебе мои мускулы? У тебя таких нет! О, да, победа! Ну, и базовая стойка. Ладно. Давайте возвращаемся. Нет, реально, хорошие кадры. Идеально, это место для фотки. Я так полагаю, это и есть его работа. А, может, поможет нам? Привет. Кстати, забавно, что вроде бы тот мертвец, а дети с ним говорят. Мило. а, она вот здесь. А, ладно, видно, что я ее, наверное, не увидел. Он прям запрятан. Да, надо сливать со стеной, и хрен разберешь. хрен, кто куша. Паломники подошли к месту слияния двух рек и решили поселиться там. Они воздвигли две пирамиды и начали новую жизнь. Стали защитниками шкатулки. Шкатулки? Какая-то же походу подсказка, где доходится наш с вами Ларри. Ларриц, понимаю. А, здрасте. Вот тебе совет. Держись лучше подальше от джунглей. Там, да-да-да-да-да-да-да, мы с вами говорили, я вспомнил. Извините, не узнал. Не узнал вас много человек. Так, ладно, давайте. Один раз я поймал дома рыбу в колодце. О-о-о. Вот давай вот это открывай. Речь о месте неподалеку. Воды внизу защищают меня от вод наверху. О-о-о. Будет нам чем с вами заняться. Походу, тут есть тайная комната. Ладно, ребят, давайте тогда на этом с вами пока на сегодня закончим. Мы сегодня реально много чего сделали. Да, вроде бы цель была найти всех изгоев, но, во-первых, уже 55 минут записывали, это уже как-то перебор. Но, даже несмотря на это, мы с вами нашли несколько тайных помещений, забрали золото, накопили золото, потратили золото, помогая тем самым парочке торговцев, улучшили нож, что нам позволит с вами развиваться, в дальнейшем правлении открывать новые пути. Можем теперь посчитать еще парочку монолитов, увидели несколько новых реликвий. В общем, сегодня много сделали. Да и город немножко прошлись, поизучали, центр города. Год реально интересный, такой живописный, хороший такой. Реально, сегодня что-то очень много сделали. Ладно, ребят, давайте на этом с вами пока закончим. С вами был Вескер, пишем комментарии, что вам понравилось в этом эпизоде, ну или в предыдущих, если смотрите там целиком, прямо полномасштабное прохождение. Ну, а с вами был Вескер, был Тачин, до скорости встречи, всем пока, удачи, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok